всем привет дорогие друзья с вами снова георгиев тревел и мы сегодня отправляемся в новый парк остров мечты который открыли в москве это скажем наш российский диснейленд и мы решили в день открытия пустить его всей семьей своей поэтому прямо сейчас провел сюда смотрите до конца уверен вам понравится и узнаете много нового я уверен что вы тоже захотите посетить этот парк вот мы уже подъезжаем к аттракционам вот он видеться парк смотрите заехали на парковку думал мест нету но здесь огромные парковки огромный паркинг и проблема я так понимаю не должно быть никакой ну собственно вот она причина свободного паркинга паркинг платно 200 рублей часа или бесплатно первые 15 минут все вы приехали в парк парк остров мечты сейчас ищем вход видим уже там люди идут вокруг давай точно точно hello kitty да сейчас пойдем в разные тематические парки в общем можно читались в интернете что есть и сейчас пойдем смотреть да отлично так что пойдемте вместе с нами посмотрим какие здесь реально есть площадки и все в закрытом помещении так что я думаю сейчас нам будет гораздо теплее на улице прохладненько поэтому будем торопиться скорее заходить туда кстати несмотря на то что идет постоянная очередь на входе очереди нет поэтому сейчас мы туда зайдем так понимаю покажем нашим билеты пока приложим их отсканируем и зайдем пойдем уже снимать весь этот парк внутри посмотрите как здесь круто а самое главное здесь тепло это очень хорошо здесь сразу начинается тематические парки и где-то здесь аттракционы в общем вход сюда вот в эту часть он свободный соответственно на тематические парки и аттракцион естественно вход платный на что соответственно мы уже приобрели билеты и сейчас выдвигаемся сейчас мы с вами будем изучать здесь эту территорию смотрю здесь куча магазинов на старте причем разноплановых не только фудкорт вот вижу и продажа телефонов и опуви и так далее сейчас идем здесь по улицам здесь концерт уже проходит а а и и и а и и и и и и Посмотрев немного концерта, мы отправляемся дальше. Здесь реально не все близко, потому что огромный-огромный парк, огромные вот эти улицы. Здесь снова проходит концерт. Сейчас посмотрим его и пойдем дальше в тематический парк, а потом уже аттракционы. Венецию покупали маску Sony. Что это? Наконец мы дошли до тематического парка. Сейчас сюда уже непосредственно пойдем. Чтобы нам зайти, нам нужно показать свой электронный билет и его отсканировать. Берете вот такой билет электронный и прикладываете. Тут уже, как видите, гораздо меньше людей. Здесь начинается уже платная часть этого парка. Посмотрите, сколько людей хочет сюда попасть, смотрит. Многие не знают, как это сделать. На самом деле, я считаю, проще всего всегда приобретать это все в интернете. Покупаешь, приходишь и уже спокойно, без всяких очередей наслаждаешься отдыхом. Что сейчас могу пока первое впечатление сказать. Здесь действительно все очень много, большое пространство. И самый главный плюс, я считаю, все правильно сделали в России, на такие вещи делать открытыми. Потому что, когда у тебя все парки под открытым небом, не всегда можно их посетить. А в закрытой части парка, конечно же, гораздо интереснее. Вот прямо за нами находится вход непосредственно в тематический парк. Здесь будут разные локации. Мы еще, естественно, ничего не видели, только так немножко урывками посмотрели в интернете. Поэтому прямо сейчас справляемся туда. Самый главный вопрос, сколько взять времени, чтобы посетить этот парк. Я думаю, надо как минимум 3-5 часов. Это минимум. И я уверен, что за это время вы даже не посмотрите и половины. Потому что здесь очень много локаций. Плюс вы наверняка проголодаетесь, пойдете в кафе и так далее. Поэтому, уверен, лучше на весь день запланировать сюда поездку, погулять, походить. А может быть взять несколько часов действительно и попрогуляться, и потом еще раз сюда вернуться. На территории тематического парка. Все как настоящее, реально. Вот такие замки настоящие, доматки красивые. Здесь, конечно, есть магазины. Кто это? Два рукава, три, золотые и два, и классные. Кто за рулем? Все вместе заодимся. Закрываем дверь. Кто видит карусели? Вон они. Винтересно, я как карусели вижу. Вон, смотри. Ну, здесь правда все как в сказке сделано. Действительно. Погружайше в сказку. Кстати, вот так интересно сделали потолок, что как-то вот все так отделилось, и все вот прямо прорисовано. Ну, очень детально. Кто хотел бы в таком домике жить? Да, классно. Пошли к смурфикам в гости. Сейчас мы пойдем кататься на ветряную мельницу смурфика фермера. Правда? Да. Ну, вот на эту мельницу пойдем с тобой? Всей семьей сейчас залезем в нее. Вот это наш аттракцион. Здесь можно всем и маленьким, и чуть побольше. Мама наша поехала отдельно с Семой. Так, залазим. Первый цикл – это посадка. Понятно. Основной кромочек. Хорошо. Садимся, пристегиваемся. Как дела? Здорово? Здорово. Ну, конечно, можно пристегнуться. Поехали. Будем кататься. Мама сверху над нами где-то? Мы сейчас сели на желтую кабинку, и сейчас мы поедем. Гостик с мурфиком сейчас. Мама, Семен! Здравствуйте, здравствуйте. Вы выше вас? Высоко? Да. Спасибо, придем. Оп. Так. Иди-ка за Елисейкой, садись. Да, мы очень рады, что здесь есть карусели для малышей. Потому что бывают некоторые парки, куда приходишь, а малышам почти ничего нет. А здесь вот целая-целая часть, и практически везде можно малышам. Вон они наши сидят уже на каруселях. Папа, пойдем на Айска. Пойдем на Айска. Пойдем на Айска. Пойдем на Айска. Вот они залезли где-то там, и мы теперь не знаем, где они даже есть. Вот позади меня по-любому очень классный аттракцион. Смотрите, вот такая мертвая петля вылетает из стены и опять уходит туда внутрь. Но, к сожалению, пока он еще закрыт, совсем скоро открыт, и сегодня все-таки первый день. Первый день полноценной работы парка, поэтому ожидается здесь и больше гостей, и больше аттракционов, которые будут работать. Поэтому интересное место на самом деле, и много локаций, это правда. Мне кажется, что здесь детям должно нравиться больше, чем взрослым. Хотя взрослым тут тоже прикольно, и они приходят вместе со своими детьми и катаются на всех детских каруселях сначала. А потом уже доходят до взрослых, когда уже у детей нет сил. Так, мы куда-то пошли на машины какие-то еще прокатиться, да? А, на гоночные машины мы пошли? А, вон на что. Так, так, так. Так, обычная очередь здесь километр. А, котенок, сколько это было летом? Попробуем, да? И садись вперед. Соня, ну что, как там? Семен, ты готов к гонке? Готов! Ну что, для нас еще один аттракцион удался, это гонки, правда, конечно, скорости там нет, но, тем не менее, гоночные болиды, трасса, все как положено. В общем, детям очень нравится, катаются. Да, классно. Мне очень понравилось. Молодец. Круто, круто. Кто-то, кто-то же не поезжал ко мне вперед. Отлично. Я вот так, нет, я поезжал ко мне. Смотрите, можно еще сфотографироваться. Вон, сходите сфотографироваться. А, ты понял меня? Да, 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 да. Хочешь гоночной тачкой посидеть? Здесь все, как обычно, в традициях, в принципе, иностранных, наверное, таких парков тоже можно после уже вот такого, скажем, экстремального, если назвать, приключения, зайти, выйти, пофотографироваться с какими-то героями, с какими-то классными такими экспонатами, как гонка. Ну, и, конечно же, здесь также представлен магазин, чтобы уже на волне этих эмоций, да, как вы, возможно, видели там в парке Атлантис, да, можно было что-то уже приобрести. Давай. Наша мама свой аттракцион. Так, ну что, мы добрались до кафе все-таки. Ну, здесь все классика жанра. Конечно, один только фастфуд. Ну, что, придется поесть и фастфуд. Цены, в принципе, видите, в общем, наверное, как в любом, в любой бургерной. Так что сейчас что-нибудь закажем, выберем. В общем, решили мы фастфуд не есть, решили поесть только нормального. Вот в этих домиках как раз есть ресторан, вроде говорят, итальянский. Возьмем что-нибудь типа пиццы, возможно, еще что-нибудь, чем просто одни булки есть. По итогу мы пришли в ресторан Hello Kitty, и здесь выбираем различные меню. Здесь тоже есть сладости и, опять же, фастфуд. Так что никак мы от него не ушли. В общем, все равно что-то придется заказать, потому что все уже голодные. Сегодня мы в кафешке и будем есть еду. Панамки, наверное, очень вкусные. И мы это узнаем только сейчас, когда поедим. Смотри, Анис, какой кошечкой. Соня, ну как тебе бутербродик, скажи? Коотри, котя нарисована. Вот что мы делаем, да, детей к бургерам приучаем. Ну что, друзья, по парку есть еще, конечно, куча недоделок. Причем они не очень безопасны. Это как бы факт. Как бы руководство обязательно за этим надо проследить куча. Есть разбросанные в строе материалов. Например, сейчас с нами чуть, слава богу, не произошло, но инцидент. Вон там, видите, окошко позади меня, ресторан Hello Kitty, ребенок, там видно даже дверь отсюда, да, он открыл эту дверь и вышел туда. И переглег на подоконник. Слава богу, мы быстро заметили, наша дочь, да, и могло бы случиться все, что угодно. Поэтому руководству парку однозначно надо поработать над безопасностью, особенно за теми местами, которые еще не доделаны. Проверить все свои вот эти выходы, входы и так далее. Иначе просто вы столкнетесь с тем, что, ну, какими-то неприятными ситуациями. Так что обязательно надо все до проверить. Вот сейчас мы здесь тоже стоим в замке. Вот уже заходят люди, там стройка никак не перегорожена, не защищена. Что там может быть, непонятно. Людей много, дети маленькие. Они все, конечно же, везде могут заходить и залазить. Поэтому считаю, что эту доработку надо обязательно исправить и в быстрое время, в быстрый срок. Так что руководство парку на заметку. Это у нас тромный зал с Лыжной Королевы. А вот у нас здесь отель Трансильвания, но, к сожалению, тоже закрыт еще, поэтому ожидаем открытия. А вот как раз перед нами Буратино. Не знаю, что здесь, сейчас пойдем посмотрим, что там такое за локация Буратино. Так, у нас тут магазин. Полисейка, смотри, Папа Карло и Буратино. Вот она вот так делала, да. Сделала Буратино. Заходим. А, тут у нас представление. Тут у нас представление. Смотри, тут представление. Театр кукол будет. Здесь туман сделан. Видишь, так сделали туман. Если честно, очень сделано красиво. Но с точки зрения, конечно, безопасности опять не очень. Потому что за этим обрывом натянутые канаты и просто обрыв, блин. И стоит специальный человек, который просто отсюда всех отгоняет. Не знаю, это как бы, может, у нас так в России сделано или что. У нас делают красоту, а потом охраняют, чтобы ее не подходили, не смотрели. Так часто бывает. Но фотки, но фотки здесь, конечно, классные получаются на фоне этого лисочка и тумана. Это факт. Динозавр, смотри, пошел. Выгуливаю динозавра, смотрите. Смотри, смотри, лисейка, еще один динозавр бежит. Да, это прикольно. Кстати, ходячие динозавры, это прям прикольно придумали, конечно. Это мы в Маугли пришли? Это мы пришли, наверное, в самую опасную зону, скажем такую, для взрослых уже. Вот, смотрите, какие здесь карусели. Горилла какая гигантская. И здесь уже, конечно, все аттракционы для взрослых. Да, огромная такая махина крутится у тебя над головой. И даже это как-то немножко не по себе. Но на самом деле здесь действительно уже, здесь что-то более такое, наверное, экстремальное. Более что-то такое для взрослых, где уже дети все накатали. Здесь можно уже спокойно отдохнуть взрослым. Но, видимо, не так страшно, потому что никто не кричит вообще. Но замечу, очередь там огромная. Все хотят покататься на ней. А может, так страшно, что даже молчат от страха. Запас такой может быть. Я не знаю, вот еще раз обращаю внимание. У нас почему-то, я не знаю, может быть так в России, или у нас настолько люди любопытные, или наоборот еще. Не знаю, как это пояснить, сейчас поймете. Смотрите, на каждом объекте стоит охрана. В принципе, оно, с одной стороны, понятно, что нужно соблюдать безопасность. С другой стороны, это парк аттракционов. Здесь нужно, как говорится, развлекаться. И непонятно тогда, где здесь грань между развлечениями и опасностью. Вот мне кажется, надо или доделывать, ну, я здесь как бы не хочу их катиковать, но получается, они зря уже все поставили охрану. Либо надо их тогда делать, чтобы это было безопасно совсем, либо не допускать сюда тех людей или тех детей, которым это было бы небезопасно. Ну, не знаю, как-то немножко странновато выглядит, потому что мы были в парках других, там, если можно детям, то можно. Если нельзя детям, их просто туда не пускают. А у нас вот приходится ставить вот такие истории, такие, ну, специально, как говорится, обученных людей. Не знаю, правильно, неправильно, как думаете, напишите в комментарии сами. Ну, и, конечно, фудфортов здесь великое множество с разными названиями. Вот, Мангустин, сейчас мы были в Хэлл Китти, есть еще куча заведений. Ну, в целом, здесь практически одно и то же меню. Очень много, естественно, пастфуда, потому что люди хотят больше развлекаться, да, и, соответственно, меньше времени тратить на еду. Поэтому, в основном, такое меню, достаточно быстрое, скажем. Ну, давайте с вами зайдем, я быстро покажу. Хотя здесь, может быть, что-то и даже другое. Так, что у нас тут есть? Так, шашлычки. Ну, в целом, да, не пастфуд такой, но, тем не менее, шашлычки. Ммм, здесь даже лапшичку жарят, мясо. Ну, да, здесь такая еда, скажем, на любителя такой вот, скажем, наверное, корейской, китайской кухни. Ну, естественно, сладости. Все равно, как ни крути, в большей степени, ну, какой-то фастфуд, так или иначе, да. То есть нет такого, прям, ассортимента, да, но, наверное, в таких местах и ни к чему. Ну, то есть здесь, как бы, нельзя говорить, что это плохо. Все хотят побыстрее, как говорил уже, что-то взять, перекусить и пойти уже дальше развлекаться. Хотя, если честно, мы уже маленько даже подустали и уже хочется даже отправиться до дома, потому что, ну, уже, я не знаю. Кстати, вот только что рассказал про тему, смотрите, перегородили красные линии и запретили там скакать. Вот такая вот история. Друзья, кстати, нашли вот еще одно такое местечко, здесь есть прокат колясок. Прокат колясок абсолютно, кстати, бесплатный. Колясок очень много, очень много, это вы видите. Так что, если вы сюда приехали без коляски или не хотите специально их из коляски, вы здесь спокойно возьмете абсолютно бесплатно. Их очень много, вот сейчас, скажем, сам разгар, а они есть. Кстати, среди взрослых аттракционов есть вот такие детские небольшие сафари, да. Соответственно, можно покататься. Я думаю, здесь только взрослые, но нет, есть и для детей. Кстати, вот здесь сейчас заработает одна из тоже таких высоких каруселей, скажем. Так, с огромной очередью, поэтому давайте сейчас подождем, посмотрим, как она запустится. И вы поймете, хочется вам попасть в это место и прокатиться на ней или нет. Вот здесь, кстати, уже крики сразу начались. Давайте, давайте, ну-ка. Вот здесь видно пострашнее. Ну, да. Наверное, это такая одна из самых, наверное, экстремальных каруселей, где действительно ловят адреналин. Потому что на предыдущей, которую я для взрослых показывал, все молчали. Да-да, это точно. Явно здесь маленьких детей не пускают. Ну что, давайте пойдем дальше. Здесь, в общем, все понятно, до конца показывает, смысла нет. Чтобы остался хоть какой-то интерес посетить такие места. Ну что, Сем, ты пошел на такой карусель? Нет. Почему? Да, не страшно. Страшно? Ну вот, а это где нет для детей? Ладно, все, пойдемте дальше. Вот такая экспозиция, возле которой по-любому захочется сфотографироваться. И еще один аттракцион на крыльях у ветра, но, к сожалению, тоже еще закрыт. Написано, открытие скоро. Да, наши дети всегда любопытные. Вот я говорю про это, и хотят подсмотреть, что же там есть. Еще один аттракцион. Еще один аттракцион называется Кобра. Ну, думаю, здесь все понятно. Кобра нарисована, в одну-другую сторону поднимается. Давайте посмотрим, насколько она экстремальная, страшная. Я думаю, сейчас только начало идет. Вот уже стало немножко страшно. Люди начали крики издавать. Кстати, очередь здесь не очень большая почему-то. Друзья, я вас обманул насчет очереди. Очередь огромная, просто начинается совсем в другом месте. Вот она, возле вот такого динозавра огромного. Здесь такая долина динозавров. Еще вот такой аттракцион, где надо за веревку тянуться. Ну, там, естественно, наверное, это сделано как-то полегче. И потом, а потом спускаешься. Ну, собственно, такой здесь добродушный, скажем, аттракцион. Наверное, в большей степени просто интересный. Особенно для детей полазить по такому дереву. Классно. Вот масштаб, да, здесь, конечно, пространство огромное. И масштаб позволяет как раз вот это все разглядеть. Все динозавры реально в величину оригинальную, скажем так, оригинального размера смотрят очень круто. Что, лисейка? Тебя поднять? Смотри, какие динозавры. Ну что, выходим из тематического парка Маугли. Позади нас огромные динозавры, которых огромный размер. Ну, реально очень классный. Вот эта экспозиция, конечно, очень понравилась. Да, мы, естественно, взрослые, не маленькие дети. Где смурфики, кстати, тоже очень милые. Но здесь классно. Дочь, тебе какое больше понравилась тематическая зона? Смурфики или вот это? Я хочу воды. Смурфики? Ну, вот дети, говорит, смурфики. Все, пойдем. Да. Пойдем, купим мне закуску. Закуску опять? Да, вот так вот. Закуска от закуски. Сейчас посмотрим, дочь. Ну что, мы вышли из этого тематического парка. Обошли по максимуму все, что было возможно. Считаем это интересное, конечно, место. Для вас мы всегда хотим показать что-то интересное. Какие-то путешествия, приключения. Для кого-то это будет небольшая вылазка, кто-то сидит на метро или на машину доедет. Для кого-то это будет большое путешествие на этот остров мечты, чтобы сюда приехали со своими детьми, всей семьей отдохнули, перекусили и снова продолжили свои путешествия. Ну что, с вами был Павел Георгиев, Надежда Георгиева, Георгиев Трайл. Увидимся в следующих видео. Да, и не забудьте сказать, как вам наши новые форматы. Обязательно напишите в комментариях, что хотите увидеть нового. И мы обязательно это сделаем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok